Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Финал эпопеи. Закон о реинтеграции Донбасса принят. Какие изменения он принесет? Дожить до потепления украинские регионы парализованы пробками и обесточены, когда утихнет стихия. На своих двоих бензин снова подорожал. После какой отметки на дорогах станет свободнее? Закон о реинтеграции Донбасса принят. В стенах парламента его долго обсуждали. Прошлись по сотням поправок и сегодня получили окончательный вариант. Что в корне меняет документ? Какие аргументы находили его сторонники, противники и как голосовали фракции? Обо всем подробнее Екатерина Лысенко. Два дня нардепы обсуждали почти 700 поправок к закону о реинтеграции Донбасса. Сегодня финальное голосование. Это видно даже по присутствию нардепов. Они пришли в зал. Блок Петра Прошенко. Народный фронт и радикалы сразу заявляют о поддержке. Оппозиционный блок, напротив, документ поддерживать не станет. Остальные фракции до последнего сомневаются. Если там не будет дата окупации, если этот законопроект не будет относиться именно политики о всех окупованных территориях, то очень мало, что мы это поддержимаем. У нас политика не изменилась. Мы принципово не согласны с тем, каким образом создался этот закон, как он отбудовался. И мы считаем, что он не отвечает интересам государства, потому что он не возвращает территориальную целостность нашей страны. Он не дает сигнал людям, которые на той территории, что они являются полноценными гражданами Украины. И они имеют шанс повернуться. И не дает механизм, каким образом повернуть территорию людей. Обсуждение поправок проходит более-менее спокойно. Но как только подошли к принятию решения, в зале зашумели. Возвольте нас в оману, раздайте эти правки. Мы с фракцией «Самопомощь» попросили 15 минут перервы. И после этого мы проголосуем за этот закон. Вытягивание часа голосования может привести к завалению расследования этого законопроекта. Перерыв так никто и не объявил, чтобы депутаты не разбежались. А тем временем в поисках аргументов повздорить успели даже два вице-спикера. Люди вам написали. Если вы считаете, что нет торговли, а есть перемещение товаров, то обстрелы, есть перемещение в снаряде. Я хочу обратиться к наших военных, дорогие мои. Давайте оголосим для некоторых тут флешмоб, чтобы не приниживали нашу армию. Потому что наша армия, она воюет, а не торгует. Надешли вот этим, пожалуйста, сюда, товарищам, фото с окопов, фото с блэндажей, фото на кордоне, чтобы вы не видели, что это вы воюете, а не торгуете. В большинстве искали последние аргументы, убеждая коллег поддержать законопроект. Можливо, юридичные или какие-то точковые вопросы не до конца и узгоджены между разными фракциями и группами в этом парламенте. Но мы должны сейчас иметь на увазе главное. Мы все должны объединяться вокруг того, что мы должны значительно увеличивать эффективность нашего сопротива оружия и агрессии, страны-агрессоры и Кремля. Сегодня мы проходим испыт. И уверены, что Верховная Рада этого скликана, его складе позитивно. Потому что впервые в этих стенах было створено проукраинскую, про-захидную большинство. Спустя несколько минут на табло, итоги результативного голосования. Все фракции, кроме оппозиционного блока, поддержали документ. В последний момент поддержать документы. решила Батьківщина, поскольку правку их фракции учли. Дала голоса и самопомощь. Матиме значение только один факт. Первое за 300 лет, попытка России колонизировать Украину, Россия названа государством-окупантом на законодательном уровне. Поэтому для нас это преважило. Закон однозначно не установит мир. Закон однозначно не установит возможность вернуться этих территорий. Я имею в виду переговорный процесс. Это дополнительные дипломатические кроки. Что до установления, прежде всего, мира и украинской там влады. Но закон выяснил территорию и даст возможность нашим военнослужащим и переселенцам использовать все международные арбитражи. Для того, чтобы повертать, отшкодовывать вартость того майна, который они втратили. Этот закон гармонизирует правовое поле Украины с реальной ситуацией на Донбассе. В частности, в частности использования в полной мере наших военнослужащих Украины и других военнослужащих формирований. Закон ставит крапку на дискуссии про право использования наших военнослужащих Украины и полностью защищает их, наделяя их дополнительными правами, как военнослужащих Украины. Закон визначает правовый статус ОРДЛО как тимчасово окупованных территорий. Там нема згадки про Минские угоды и доповидач от комитета, пан Винник, щойно, еще раз официально подтвердил, что никаких Минских угод в тексте законопроекта про деокупацию нет. Этот законопроект даёт возможность наблизить честный мир и восстановить территориальную ценность страны. А главное, что нужно помнить, что на окупованных территориях миллионы украинцев, которых нужно освободить, как и граждане Украины, которые не оградили Украину и отгроживаться от них китайской новой стеной, блокировать Донбасс, блокировать миллионы украинцев, это не наближение мира, это оградить людей. Буквально через несколько минут после принятия закона о реинтеграции пришлось искать аргументы для большой приватизации. У нас сейчас с вами есть просто два выбора. А по-перше, мы остановим эту коррупцию и безлад. И предприятия, которые сегодня есть сбыточными, которые сегодня есть отсталыми по технологиям, которые не генеруют никаких приватений и не творят рабочие места, або мы их запускаем, люди получают работу, Украина получает национальный продукт, это все происходит конкурентно, прозоро, або все остается, как есть. И как есть, мы видим, это неэффективно. Несмотря на большое количество поправок, документ обсудили на удивление быстро и утвердили. А вот за законопроекты об антикоррупционном суде депутаты решили не браться. Голосов на включение их в повестку дня не хватило. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Максим Чеблин, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. Президент Петр Порошенко предлагает назначить нового главу НБУ. На этой должности он видит Якова Смолия. Проект постановления уже зарегистрирован на сайте Верховной Рады. Сейчас Смолий исполняет обязанности руководителя Нацбанка. И в декабре минувшего года он заявил, что откажется это делать, если Верховная Рада не поддержит его кандидатуру в случае внесения ее президентом. Юрий Рассашанский признался в убийстве Ирины Ноздровской под давлением. Об этом заявляют адвокаты подозреваемого. Сегодня суд отклонил их апелляцию и оставил Рассашанского под стражей без права залога. Прокуроры уверяли, что на свободе обвиняемый может повлиять на следствие. А вот защита заявила, что во время дачи показаний его заставили оговорить себя. Якобы следственные действия проводили несколько дней и весь этот период Рассашанскому не давали спать. Теперь адвокаты намерены обращаться в Европейский суд по правам человека. Мы считаем, что это решение незаконное, не обгрунтованное и несправедливое. Что к оскаржению, криминально-процессуальным кодексом не предназначено оскаржение в касационной инстанции. Но есть Европейский суд с права человека, поэтому мы будем оскарживать это решение. Мы считаем, что решение принято сегодня судом, является законным, обгрунтованным. Мы для себя, например, даже не видели и другого решения. Поэтому, если особа, которая, грубо говоря, фактически вызнала себя виновной, в совершенном убийстве, отпустили бы на домашнюю решение, то это переворот правовой системы с ног на голову. Обыск в Госслужбе занятости. Полиция и ГПУ проверили рабочий кабинет Валерия Ярошенко. Он исполняет обязанности главы этого ведомства. Сообщение об этом появилось на сайте одного из информагентств. В нем говорится, что осмотр уже завершен. Но официальных комментариев от правоохранителей пока нет. Провести экспертизу подлинности высказываний президента РФ Путина, министра обороны этой страны Сергея Шойгу и так называемого лидера оккупированного Крыма Сергея Аксенова по делу о госизмене Виктора Януковича. Такое решение принял Абалонский райсуд столицы. Проверка эта понадобилась для того, чтобы убедить адвокатов обвиняемого. Защитники Беглова Януковича утверждают, что на видеоматериалах якобы лица людей всего лишь похожих на президента России, министра обороны и псевдопремьера полуострова. Следующее заседание назначено на 24 января. У стороне обвинувачей немає сумнів, что саме на данных видеозаписах, а саме документальный фильм «Крым. Путь домой», а також видеоконференция Путіна від 4 березня 2014 року та на інших видеозаписах знаходить саме президент РФ Путін, министр обороны Шойгу, командующий Черноморського флоту РФ Витко, а також Аксенов. Следующее освобождение заложников из плена боевиков должно произойти в ближайшее время. Об этом по итогам сегодняшней встречи в Минске сообщила Дарка Алифер, пресс-секретаря Леонида Кучма, украинского представителя в трехсторонней контактной группе. Она напомнила, что в этом году представители Украины и боевиков обменялись списками удерживаемых лиц. Алифер также отметила, что украинская сторона в Минске будет настаивать на создании рабочей подгруппы по возврату Украине контроля над границей с Россией. Потери на фронте. За минувшие сутки один военный погиб в результате обстрела боевиков. Противник продолжает нарушать режим тишины. В этом убедилась и наша съемочная группа, которая работала в Маринке. Фронтовая Маринка. Пользуясь минутами тишины, военные завозят на передовые позиции продовольствие и питьевую воду. До огневых рубежей боевиков всего 250 метров. Поэтому все нужно делать быстро, чтобы не спровоцировать обстрел. Выровень работает нормально. На запрестерленной точке сбьют позиции. Знаем хорошо, где они могут быть, куда подойти. В принципе, ничего нам не сложного. Задача снега. Один из таких обстрелов произошел за несколько часов до нашего приезда. Боевики вели огонь из пулеметов короткими сериями. Он начинался так несколько раз. Тривались. Боев не велико, но очень часто. Працю и снайперы. Трохи кошмарить. Активизировались в последнее время и вражеские снайперы. Стреляют или, как говорят сами военные, работают каждый день. Раз в день простреливают позиции, которые там ближе находятся. Насчет снайперов, мне кажется, в принципе, люди более или менее подготовленные. То есть не аматоры какие-то, соответственно, наверное, мне кажется, где-то и люди. Учились и готовили к этому. Ну что, я был на других позициях, видел, как бьют, бьют, попадают даже в бойницы. Также военные постоянно наблюдают перемещение транспорта противника. Огонь открывают только когда возникает непосредственная угроза жизни. Чаще всего колесные заезжают. Слышим колесные. Колесные, ну, может где-то, кразы, зелы, то есть ночью, ну, раз где-то так, дня 3-4 заезжают. Ночью периодически по пару машин заезжают. Может снабжение, да, привозят, то есть и видно, когда заезжают, они с включенным светом могут заехать. Они не стесняются, в принципе, сильно. Вскоре по соседним позициям начинают бить крупнокалиберные пулеметы боевиков. И нас просят покинуть передовую. Руслан Смещук, Сергей Дубинин и Руслан Керентьев. Подробности телеканал Интер. Канадские военные продолжат обучать украинских на Яворьском полигоне во Львовской области. Об этом Петр Порошенко заявил во время встречи с канадским генерал-губернатором Жюли Пает. О чем они говорили, узнаем от Галины Якушко. На плацу Яворьского полигона собрались украинские и канадские военные. Среди них защитники Донецкого аэропорта. Здесь же и Татьяна в вооруженных силах. Она четвертый год служить ушла добровольцем, оставив дома маленького сына. Он знал, что у него самый лучший в мире мама. И все, он пришелся. И каждый день, когда я звонила, он говорил, что я вас люблю, я вас верю, я молюсь за тебя. Во время защиты Донецкого аэропорта Татьяна помогала спасать раненых. Сегодня получает орден за мужество, как и 20 побратимов. Поздравить военных приехал президент Украины. Канадские военные приехали в Украину, чтобы обучать наших бойцов тактики ведения боя. Когда прибывают подразделения, мы устраиваем занятия в небольших группах. Начинаем с базовых навыков для солдат. Потом переходим к учениям в отделениях и взводах. За четыре года обучения прошли больше пяти тысяч украинских военных. Канадские военнослужащие пробудут здесь минимум год. Об этом сообщила генерал-губернатор Канады Жюри Пайет. То, что вы служите своей стране, это подарок для вашей родины. За то, что вы поддерживаете обороноспособность своего государства, вы заслуживаете самых искренних слов благодарности и уважения. Президент Петр Порошенко поблагодарил Пайет за помощь Украине и подчеркнул важное сотрудничество наших стран в военной сфере. Мы продолжаем уменьшить наше безопасное партнерство. Я благодарен Оттаве за потужный и вчасный сигнал поддержки, который мы получили благодаря решению Канады включить Украину в контрольный перелик Украин, до которых позволено поставки оружия. Этот шаг вместе с решением наших американских друзей открывает шаг до надения Украине летальной оборонной оружием. И сегодня же глава государства вручил ключи от новых квартир семьям 20 участников АТО. Галина Якушкина и Голубенко, подробности, телеканал Интерлевская область. Правительство будет помогать развитию немецкого бизнеса в Украине. Владимир Гройсман заявил об этом на встрече с представителями ведущих немецких компаний, которые работают на нашем рынке. По словам премьеры, Германия была и остается одним из основных партнеров Киева. Бизнесмены, в свою очередь, отметили, что товарооборот между нашими странами вырос более чем на 20%. Мы высоко ценуем в Украине внесок немецкого бизнеса в развиток национальной экономики. Мы также ценуем позицию и лидерство Немеччины в поддержке Украины и на шляху внутренних реформ. В Украине снова подорожали бензин и дистопливо. В среднем цены на самый популярный, 95-й, выросли на АЗС на 30 копеек за 1 литр. Всему виной повышение стоимости нефти на мировом рынке и ослабление гривни, так уверяют эксперты топливного рынка. Из-за скачка цен активисты в соцсетях призывают водителей к бойкоту, для того, чтобы трейдеры снизили расценки до 25 гривен. Вот специалисты прогнозируют, что даже нынешнее подорожание – это далеко не предел. Если курс опять будет проваливаться и далее, или нефть опять существенно дорожать, мы можем видеть 34 и 35. Рост нефтепродуктов создают предпосылки дополнительные для подорожания различного рода товаров, народного потребления. Балканский циклон, похоже, прочно обосновался в Украине. Сейчас он движется с юга страны на север. В большинстве областей идет мокрый снег, который сменяется дождем. Из-за заносов трасса Одесса-Киев полностью закрыта для движения транспорта. Каких еще бед натворила непогода в регионах, расскажут мои коллеги. Вот так спасатели вытаскивали грузовик из сугроба. Почти сутки Черкасская область засыпает снегом и поливает дождем. Из-за снежных заносов на некоторых трассах государственного значения ограничили движение грузовиков. Временно отменены и рейсы междугородних автобусов. Из Канева в Черкассе Андрей добирался 6 часов. Говорит, дорога завалена упавшими деревьями. Вот там оперативнейшая робота. Там быстренько поразрезали, не убирали, проезжали швейчер. Подносно почищено. Можно ехать. Без электричества остались населенные пункты в двух районах области. А в Черкассах повалены более полусотни деревьев, оборванные около 40 линий электропередач. Остановилась насосная станция, которая подает воду в город. И уже вечером стало известно, что до завтра воды не будет. В связи с этим школы будут работать по сокращенному графику, а родители малышей просят не приводить их в садики. Две линии незалежные по 110 тысяч киловольт. В принципе, зупинены. И энергетики четко не могут сказать, когда их восстановят. Заметает и Сумскую область. Там уже выпала месячная норма осадка. В некоторых местах высота снежного покрова достигает 20 сантиметров. Трассы областного значения чистят. А вот в районах ситуация хуже. В Недригайловском, например, не разминулись микроавтобус и трактор. Тот как раз убирал снег. Семь пассажиров получили травмы. С самого утра непогода опять разбушевалась в Одесской области. На юге снега намело почти 20 сантиметров. На севере доходит до полуметра. Настоящая катастрофа на трассе Киев-Одесса. Водители выкладывают в соцсети вот такое видео. Машины, стоящие в многокилометровых пробках. И это несмотря на то, что пассажирским микроавтобусам и фурам запрещено выезжать из городов. С обеда, когда снег усилился, на Киевской трассе полиция начала останавливать даже легковушки. Без электроснабжения в области остаются порядка 400 населенных пунктов. Шквальный ветер оборвал линии электропередач и повалил электроопоры. Полностью без света остался Арциз, но самая сложная ситуация в Измаиле. В связи с тем, что отключена высоковольтная подача электроэнергии в городе Измаиле, то, конечно, все насосы, которые есть как в водопостачании, так и в опалоне, они отключены. Сейчас для жителей Измаила власти срочно ищут дизельные электрогенераторы, чтобы подать воду и запустить котельные. Что касается Одессы, то здесь весь день шел проливной дождь. Многие улицы затоплены, машины не ехали, а плыли по колесам в воде. По прогнозам, к ночи дождь прекратится, но похолодает и все покроется льдом. Андрей Анастасов, Станислав Кухарчук. Подробности телеканал Интер. От непогоды страдает и Европа. Три человека погибли, еще несколько были ранены. Отменены авиарейсы, остановились поезда в Бельгии и Нидерландах. Бушует ураган Фредерики, но больше всех досталось Германии. С подробностями оттуда Татьяна Лагунова. Снег с дождем, гололед, пронизывающий, сбивающий с ног ветер. В Европе разгулялся ураган Фредерики. Во власти стихии вся Германия, а также соседние Бельгия и Нидерланды. Закрыты школы и детсады. Самолеты вылетают с опозданием. Во многих землях полностью остановлено движение поездов. Больше всего от урагана страдает запад Германии. Порывы ветра там достигают 160 километров в час. Мы приняли решение прекратить движение поездов из соображений безопасности. Есть угроза, что пути заблокируют вырванные ураганом деревья. Пусть поезда остаются на вокзалах, так мы сможем лучше позаботиться о наших пассажирах. Метеорологи просят, если есть возможность, не выходить из дома. Ну а если уж пришлось, держаться подальше от деревьев. Сейчас почва влажная и нестабильная, поэтому из-за сильного ветра могут падать деревья и большие ветки. Мы рекомендуем не ходить в леса или парки. Не ходят поезда и не летают самолеты. И в Нидерландах из-за урагана отменены все рейсы в международном аэропорту Амстердама. Власти страны в связи с непогодой объявили красный уровень тревоги. Чуть больше повезло Северной Ирландии. Ветра там нет, зато засыпало снегом. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. И не менее 10 человек погибли в результате снежного шторма в Соединенных Штатах. Среди них ребенок, он был с матерью, когда ее машина вбала в ДТП. В Южных Штатах транспортный коллапс из-за гололеда и мороза. В Алабаме, Джорджии, Луизиане и Северной Каролине объявили чрезвычайное положение. Там закроют все школы и государственные учреждения. Отменены также тысячи авиарейсов. Власти рекомендуют людям не покидать свои дома. Вы смотрите подробности. И вот что у нас во второй части. Уроков не будет. Отопление кончилось. В Ревненской области школьников отправили по домам. Надолго ли? Поддержать своих на суд против шахтеров в Кропивницком съехались коллеги из других регионов. Чего добились? Слезы раскаяния. В Харькове избрали меру пресечения виновнику смертельного ДТП. Что решили? Большая перемена. В Ревненской области вынуждены каникулы сразу в нескольких школах. Все они остались без отопления. Почему отключили батареи, когда возобновят занятия, выясняли наши корреспонденты. Я рада, что не хожу в школу, потому что холодно там. Диана учится в третьем классе. На занятия не ходит. В классах слишком холодно. На термометре 14 градусов. Школу отапливают торфом или дровами. Вот эти доски под снегом все, что есть, говорит директор. Чтобы дети не мерзли, их отправили домой. Был складен соответствующий акт про недотримание температурного режима. Потом направлено поведомление на санстанцию и на управление освятию Дубровицкого. Дубровицкий райдержадминистрации. Еще холоднее в школе в Дубровице. Детей также отпустили на вынужденные каникулы. Середняя температура по классу складала 12 градусов. На второй день котельня работала, но тепла належного не давала. Снова температура была 12 градусов. Всего в Дубровицком районе приостановили обучение в трех школах. Еще пять работают по сокращенному графику. Тепла нет из-за полуторамиллионного долга. Местные власти не рассчитались с тепловиками, а те не смогли закупить торф и дрова. Котельные остановились. Глава района пообещал погасить треть долга и перечислить тепловикам до конца недели 550 тысяч гривен. Но те говорят, этого мало. Тратить огромные деньги на закупку торфа и дров, которыми отапливают школы, не обязательно, считают местные жители. Достаточно пройтись по лесу. Там множество поваленных деревьев. Сегодня чиновники отчитались. Часть долга тепловикам перечислили. И уже сегодня дети пошли на занятия. Анастасия Старовой, Мария Андрейчук, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ривненская область. Суд под звуки митинга. В Кропивницкий съехались горняки из разных регионов, чтобы поддержать своих коллег, с которыми судится руководство госшахты. В чем суть этого конфликта и как прошло первое заседание, расскажут наши журналисты. В ноябре бригада горняков шахты Ингульской после смены отказалась подниматься на поверхность. Требовали повысить им зарплаты. Через два дня руководство госпредприятия пошло на уступки. Но уже через месяц почти сотни рабочих получили повестки в суд. Восточный ГОК обратился туда с требованием. Признать акцию незаконной. Из-за чего компания понесла убытки почти на полтора миллиона гривен. Мы пашем, грубо говоря, в этих шахтах, в таких условиях тяжелых, чтобы заработать эти же копейки и нас еще хотят наказать. То есть я не понимаю, нашу вину мы добивались своего. То, что нам положено, было по закону. Поднять нам заработную плату. Сегодня Кировоградский районный суд начал рассмотрение дела по сути. Поддержать шахтеров пришли коллеги и родные. Приехали горняки из других регионов. Это кричущее нарушение прав рабочих и граждан Украины. Потому что граждане Украины имеют право выражать свое мнение по поводу своего социального состояния. Мы же видим, какой коррупционный шлейф и раскрадание на десятки миллионов долларов, на сотни миллионов долларов вокруг этого предприятия. Это целый мафиозный международный картель созданный. И поэтому людям недоплачивают зарплату. Поэтому такая расправа делается. Этот иск – воспитательная мера для поддержания дисциплины. Так комментирует руководство госпредприятия свои действия. Отзывать иск не планируют. Так, это правовая выховная работа, которую проводит предприятие. И ничего отсюда не имеет. Данный факт – это было очень грубое порушение трудовой дисциплины и законодательства Украины. Потому что предприятие стратегическое, и оно не имеет. Это единственное предприятие, которое выдаёт уран, его сборачивает. Но горняки уверяют, руководство госпредприятия вынудило их устроить забастовку. Ведь больше полугода игнорировало просьбы повысить зарплату. Теперь же, если суд признает акцию незаконной, с них могут взыскать ущерб в полтора миллиона гривен. Но сегодняшнее заседание ничем не закончилось. Представители шахтёров выразили недоверие судье и рассмотрение дела перенесли. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал «Интер» Кропивницкий. В Харьковской области экономический рост, об этом заявила губернатор Юлия Светличная. В прошлом году впервые за 4 года рост промпроизводства составил 6%. Причём в машиностроении показатели ещё выше, плюс 8%. Самое главное, говорит глава региона, на заводы начали возвращаться специалисты. В прошлом году создали более 3 тысяч с половиной рабочих мест. Задача на этот год сохранить положительную динамику. Вдалося зберегти и завантажить такие великые промышленные предприятия, как Турбоатом и заводы имени Малишева, а также снова запустить простые заводы, такие как ХТЗ, и, знаете, всем известный районно-отворительный завод, сырный завод. Харьковская промышленность – это далеко не региональный, носит далеко не региональный аспект, а виходит за рамки региону и носит загально национальное значение. Это и вопрос экономической безопасности, это и вопрос обороны здатности нашей державы. Со слезами на глазах. В Харькове избрали меру пресечения для Теграна Янгибаряна. Это молодой парень, который два дня назад на пешеходном переходе насмерть сбил своего сверстника. Видео этого ДТП появилось в соцсетях. Пользователь утверждает, что Янгибарян лихачил на этой машине без прав ещё со школы. На судебном заседании побывала Светлана Шакера. Это ДТП произошло во вторник днём. Его зафиксировал авторегистратор. 17-летний Владимир Веношкин умер в карете скорой помощи. Водитель Тойоты скрылся, но его нашли. Это Тегран Янгибарян. Ему 18. Сегодня на скамье подсудимых перед десятком видеокамер он не выдерживает. Рядом родители Теграна. Отец кивает в том, что случилось, есть и его вина. Парень лишь месяц назад получил права. Тегран рассказывает в суде свою версию случившегося. Хотел объехать машину, думал, проскочу на завельный свинь. Вышел на встречный путь, чтобы объехать машину. Потом выбежал. У которых хлопок. Какого я не хотел. И потом я дуже испугался. Уехал. А когда понял, что случилось, я решил сам. Меня никто не заставлял, никто не поймал. Я решил сам прийти за все свои поступки. Следователь предоставляет справку. Янгибарян за три года 18 раз выезжал за пределы Украины. А значит, может скрыться от следствия. Поэтому прокурор просит самую суровую меру пресечения. С места дорожньо-транспортной подъи янгибарян знил. В дальнейшем его было остановлено. Полиция прошла обрати меру запобежного захода в виде тримания под вартою без вызначения застава. Адвокат предоставляет положительную характеристику от соседей и просит о круглосуточном домашнем аресте. Ему только месяц назад выполнилось 18 роков. Но я бы сказала, что это дитина. И мне очень не хотелось бы, чтобы он сегодня потрапил до криминального злочинного средств. Но скидку на молодость водителя суд не сделал. Тиграна Янгибаряна отправили на два месяца в СИЗО. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. Украинские власти не уделяют должного внимания расследованию преступлений против СМИ. Речь об этом идет в итоговом отчете правозащитной организации Human Rights Watch. В документе говорится, что до сих пор не найдены виновные в резонансном убийстве Павла Шеремета. Также нераскрытым остается нападение на редакцию подробностей. Напомню, неизвестные ворвались в офис 4 сентября 2016 года и подожгли здание. Правозащитники требуют привлечь к ответственности всех причастных к нападениям на журналистов в Украине. А в Черкассах продолжаются суды над обвиняемыми в организации похищения и жестокого убийства журналиста-майдановца Василия Сергеенко. Это произошло 4 апреля 2014 года. За это время следователям удалось задержать исполнителей, соучастников и даже организатора этого преступления. Сегодня им в очередной раз избирали меру пресечения. С утра в Зосновский суд в Черкассах набит людьми в форме. Десятки полицейских и бойцов нацгвардии следят за порядком. На судебных заседаниях в деле об убийстве журналиста Василия Сергеенко всегда неспокойно. До прихода судей ключевой подозреваемый Вадим Мельник активно общается со своими адвокатами. Но едва заседание начинается, ему резко становится плохо. Ему тут же вызывают скорую. Уже 8 месяц он находится под стражей в СИЗО, как обвиняемый в организации убийства Василия Сергеенко. Журналиста-майдановца выкрали из дома в Корсной-Шевченковском и зверски замучили в лесу в апреле 2014 года. Это кадры оперативного видео, на котором один из соучастников убийства в подробностях рассказывает, как все происходило. По словам прокурора, Мельник в деле связующее звено между исполнителями и заказчиком убийства. Адвокаты всеми доступными способами пытаются его освободить. Последние несколько заседаний защитники хлопотали перед судом о смягчении меры пресечения. На данный час не відпали риски, які були наявні при обранні запобіжного заходу. И підстави для обрання бюджмякова запобіжного заходу для останнього. Мы не обважаем, що є такі підстави. На це заседання пригласили ще одного адвоката із Харкова – Александра Шадрина. В своє время именно он защищав бывшого мера Славянска Нелю Штепу і известного харьковського антимайдановця Ігната Крамського по прозвищу ТАПАС. Вопреки нормам о неразглашении медицинской тайны, Шадрин публічно зачитывает діагнози своего подзащитного. Більшість цих захворювань може привезти до летального відходу буквально вже кожного дня з відходу на дня медичної допомоги, або несправданні і неефективній наданням такой допомоги. Сразу після цього Мельнику знову становиться плохо. І він опять просить пригласити врача. Із зала його забирає скорая, але під конвоєм. Суді продлили йому содержання підстражі, як і всім остальним соучасникам убийства. Хоча одному із похитителей, Валентину Завражену, суд сделал поблажку. Установив залог 704 тисячі гривень. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко, подробності, телеканал «Интер», Черкасы. Тереза Мей сегодня принимает Эммануэля Макрона. В Британии проходит англо-французский саммит, і Макрон впервые посещає його в статусі президента. Какі вопросы вони обсудят по-сосідськи, расскажет Светлана Чердецкая. Це перший офіційний визит Эммануэля Макрона в Великобританню. Тереза Мей принимає його не в Лондоні, а в Санхерсте, в Королевській военній академії. Главна тема обсуждення – безопасність. В цьому направліні страны взаємодійствують дуже тесно. Настільки, що любой французський секретний агент може посетити здання Ми-5 в Лондоні і наоборот. Впервые в Санхерсте пройдет встреча так называемого «квинта» – начальників всех пяти спецслужб Бритції і Франції. Самий щепетильний вопрос – граница между двумя странами. Мігранты, мечтаючи попасть в Британію, стали настоящей головною болью для французів. Беженцы продолжають пребывать в Порт-Калле. По действующему соглашению Ле Туке британцы установили свои пограничные пункты на французской территории, французы – на британской. И до выборов Макрон обещал разорвать это соглашение с Лондоном, чтобы англичане сами разбирались с мигрантами. Правда, сейчас позиция президента смягчилась, и все, чего он хоче, – еще немного денег. Всего 50 млн евро. Они пойдут на заборы, видеонаблюдения и инфракрасные камеры. Калле превратят в неприступную крепость. Также Макрон настаивает, что Лондон должен принять больше мигрантов из Калле, особенно детей. Калле – это не черный вход в Британию, и я хочу, чтобы все четко понимали, ни при каких обстоятельствах мы не позволим никаким нелегальным образованием появляться и развиваться в том районе. Мы не позволим возникнуть очередным джунглем или любой другой оккупацией земли. В Британии заплатят с радостью. За последние три года Лондон уже отдал более 100 млн фунтов на усиление безопасности в Калле. И видит ощутимый результат – количество незаконных попыток въезда в Британию сократилось почти в три раза. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности – британское бюро телеканала «Интер». Как выглядят кокаиновые ананасы? Зачем пробовать на вкус капсулы для стирки белья? И поможет ли зубная паста победить малярию? Обо всем этом прямо сейчас. Ананасы с кокаином. В Португалии задержали партию этого экзотического фрукта. Однако под кожурой оказалась не сочная мякоть, а наркотики. Всего 745 килограммов. Контрабандисты привезли этот груз на корабле из Южной Америки. Кокаин тщательно спрессовали в форме плода ананаса и покрыли воском. Но такая уловка не помогла наркоторговцам. 9 из них задержаны. В сети набирает популярность флешмоб с поеданием капсул для стирки белья. Подростки выкладывают фото и видео, где пытаются прокусить упаковку и попробовать концентрированный гель на вкус. Все из-за схожести этих капсул с конфетами. Только с начала этого года в США зафиксировали 40 случаев отравления моющими средствами у детей. И почти столько же в Канаде. Наглый песец украл улов норильского рыбака прямо из лунки. Мужчина занимался подлёдной рыбалкой, но оказалось, что на его добычу есть претенденты. Сколько рыбак не отгонял зверя, тот возвращался вновь. Такое поведение животного развеселило мужчину. Тогда он разрешил воришке стащить одну рыбу. Зубная паста от малярии. Учёные Кембриджского университета выяснили, как ингредиент гигиенического средства триклозан может лечить опасное заболевание. Это вещество влияет на работу одного из ферментов ДНК-инфекции. В самой пасте триклозан убивает бактерии, содержащиеся в зубном налёте. Открытие позволит учёным создать более эффективные лекарства для борьбы с малярией. Дональд Трамп обнародовал рейтинг фейковых новостей о себе. Первого места удостоился журналист Нью-Йорк Таймс Пол Кругман. В своей колонке он предрекал, что рынки не переживут избрание Трампа главой государства. Но за год его президентства биржевые индексы выросли на четверть. Есть среди лауреатов и фейковая новость о якобы распоряжении Трампа убрать из овального кабинета бюст Мартина Лютера Кинга. Завтра пятница. Итоги недели в этой студии подведёт мой коллега Алексей Лихман. Я желаю вам лёгкого и удачного окончания этой недели. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова